всем добрый день канал gt класс с вами андрей щетников и я хочу сказать что это очень приятно когда учителя физики задают нам вопросы из которых можно извлечь что-то содержательное рассказать всем и вот как раз на днях был задан такой вопрос связанный с известной школьной задачей задача формулируется так имеются два одинаковых конденсатора один из них заряжен а другой пока что не заряжен и мы берем их и соединяем можно сказать что параллельно и спрашивается как после такого соединения изменится полная энергия системы но для того чтобы нам рассчитать энергию нужно выбрать какую-нибудь из формул для энергии конденсатора но очевидно из этих трех нам подает то в которой энергия выражается через заряд и емкость конденсатора q квадрат делить на 20 ну и дальше мы смотрим и говорим но у нас на старте был заряд q а дальше он перераспределиться на этом конденсаторе будет q пополам и на этом будет q пополам но стало быть заряд каждого конденсатора стал в два раза меньше а поскольку энергия конденсатора пропорционально квадрату заряда то энергия каждого конденсатора стала соответственно в четыре раза меньше здесь одна четверть начальной энергии и здесь одна четверть начальной энергии всего половинка ну и это собственно ответ задачи но мы то в этом месте должны спросить себя а куда вторая половина энергии исчезла вроде бы когда смотришь на систему а куда я здесь исчезнуть еще ну и ответ по сути такой когда подумаешь немножко но у нас конечно нарисованы вообще-то емкости а здесь еще есть провода у проводов есть какие-то сопротивления ну и давайте мы сюда резистор возьмем и в рисуем и заряд будет перетекать вообще говоря сюда тоже надо какой-то резистор рисовать не буду этого делать и заряд будет перетекать через этот резистор на его сопротивление будет выделяться тепло ну и таким образом между прочим ну да чем больше резистор тем медленнее будет происходить перетекание потому что при данном напряжении тем меньше будет электрический ток ну и таким образом половина вот этой самой энергии которая была на старте у конденсатора она на резисторах высадится и превратится в тепло ну и это следующий ответ ну а кто-нибудь очень такой продвинутый может спросить ну давайте мы рассмотрим систему в которой сопротивление таки отсутствует но например это все такой сверхпроводник а что будет тогда ну тогда кажется что ситуация будет другой заряд будет перелетать на один конденсатор накапливаться здесь потом возвращаться обратно и таким образом должны возникнуть колебания но опять таки для того чтобы колебания возникли нужно чтобы система обладала еще какой-то инерцией но инерцию и обеспечивает давайте я сюда в рисую хотя надо сейчас представлять что этого резистора нет не буду его стирать для этого нужно чтобы еще какая-то индуктивность имелось цепи ну и тогда буду как бы вот индуктивность и емкость они будут как раз составу составлять колебательный контур ну а если еще есть и активное сопротивление то заряд будет колебаться туда-сюда и эти колебания будут затухать и чему же нас учит эта задача а учит она нас тому что с одной стороны у нас была такая принципиальная схема из задачников которые были только емкости а в реальности но это уже не емкости это уже все-таки конденсаторы некие реально изготовленные электрические устройства это реальные провода и у этой всей системы есть как емкость причем провода тоже некоторой емкостью обладают надо заметить хотя это емкость обычно много много меньше чем емкость собственно специально конденсаторов приготовленных все это хозяйство имеет какое-то сопротивление причем не только у проводов ведь у нас заряд еще и распространяется по пластинам реальных конденсаторов и все это хозяйство обладает некоторой индуктивностью ну и тогда мы уже картинку нарисовали а еще совсем продвинутый человек в этом месте сказать может что но помимо того что значит у нас заряд туда и сюда болтается все это хозяйство еще электромагнитные волны излучает пространство и часть энергии туда уходит ну и вот таким образом мы разобрали задачу которая оказалась не только задача из учебника ну вот чем-то поучительным а учит она с тому что ну иногда принципиальной схемы достаточно потому что все остальное чем мы пренебрегаем оно не существенно а иногда то чем мы пренебрегаем вот при некоторых вопросах оказывается существенным и пренебрегать нельзя ну кстати не только значит в учении об электричестве также конечно так происходит и во всей физике например в механике когда мы решаем задачки мы там рисуем какие-то невесомые нити невесомые блоки которые соединяют грузы между собой ну обычно это означает что массой нити массой и моментом инерции блока можно пренебречь но а бывают ситуации когда пренебрегать нельзя и тогда нужно это понять и сказать что нет здесь мы должны смотреть на систему уже как на реальную и помнить о том чем мы при исходной постановке задачи как будто бы пренебрегали ну собственно говоря все что я хотел сегодня сказать и на этом месте спасибо вам за внимание